Здравствуйте, меня зовут Севасян Адынский. Сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим, каким образом решать задачи о реальных газах. А мы рассмотрим как раз таки задачу о паре. Давайте для начала прочитаем условия. В сосуде под поршнем находится насыщенный пар и вода. Начальный объем всей системы 1 метр кубический. Плотность насыщенного пара 30 грамм на метр кубический. Масса воды 75 грамм. Поршень медленно поднимает, изотермически увеличивая объем системы парожидкость в К раз. Определите конечную плотность пара. То есть нам необходимо определить, какая плотность у пара будет, когда газ увеличит в объеме. Итак, мы здесь рассматриваем изотермическое расширение. Нам необходимо учитывать, что плотность насыщенного пара примерно в 2000 раз меньше плотности воды. И опираясь на это, мы проводим следующий эксперимент. Если мы объем будем увеличивать в 2 раза, то есть будем расширять эту емкость в 2 раза, то это будет приводить к тому, что вода начнет активно испаряться. И то есть объем воды будет уменьшаться из-за вот этого как раз таки испарения. И здесь нам необходимо как раз таки посчитать, насколько изменится масса воды, которая там была. Массу воды мы рассчитаем по формуле плотность пара умноженной на изменение объема. И мы, допустим, рассчитаем для изменения объема в 2 раза, как раз таки мы учитываем, что 30 грамм настолько изменится масса воды. То есть 30 грамм воды превратится в пар. При этом что будет происходить? Пар останется насыщенным. Почему? Потому что внутри все так же присутствует вода. А поэтому будет происходить испарение и обратная конденсация. Если мы рассматриваем насыщенный пар. Теперь, таким образом мы сможем посчитать, сколько воды еще остается в этой емкости. Нам нужно из начального количества воды, то есть 75 грамм, вычесть то количество воды, которое превратилось в пар, который мы посчитали с вами. Это 30 грамм. И мы в конечном итоге получаем, что если мы увеличиваем объем в 2 раза, у нас получается, что масса воды останется 45 грамм. Пар будет оставаться насыщенным, потому что там все еще присутствует жидкость. И теперь мы с вами сможем посчитать, до каких пор пар будет оставаться насыщенным. Он будет оставаться до определенного значения объема пара. То есть, если мы будем увеличивать объем, то в какой-то момент уже вода закончится, которая может испаряться. И пар уже перестанет быть насыщенным, то есть таким концентрированным. И дальше у нас будет просто обычный пар с какой-то другой плотностью при данной температуре. Здесь мы можем как раз таки посчитать, какой должен быть критический объем, когда у нас уже пар перестает быть насыщенным. При подсчете изначально, какая масса воды была у нас, плотность насыщенного пара при определенной температуре и объем, который у нас был изначально, мы можем посчитать, что 3,5 метра кубических это тот объем сосуда, при котором у нас испарится вся жидкость, которая была в самом начале. То есть, здесь мы должны обозначить коэффициент, критический коэффициент. То есть, в 3,5 раза должен увеличиться объем, чтобы у нас вся жидкость исчезла и при дальнейшем увеличении объема у нас пар уже перестал быть насыщенным. Вот именно при таком коэффициенте в определенный момент, при определенном объеме, вся вода испарится. И если продолжаем мы дальнейшее расширение, то плотность пара будет меняться, пара уже не будет насыщена. Теперь давайте рассмотрим, например, если мы объем пара будем увеличивать не в 2, не в 3,5 раза, а допустим в 7 раз. Это будет превышать критический коэффициент в 2 раза. То плотность пара таким образом будет рассчитываться, плотность насыщенного пара поделенной на 2, потому что у нас коэффициент критический превышен в 2 раза. Делим и получаем, что плотность пара при таком увеличении объема получается 15 грамм на метр кубический. Что у нас будет происходить? Если у нас коэффициент меньше 3,5 раза, то пар будет оставаться насыщенным. Но если мы будем применять уже коэффициент больше, критического коэффициента пара будет ненасыщенным. И плотность будет меняться также во сколько раз меньше плотности насыщенного пара. Во сколько раз его конечный объем будет больше критического объема. Это как раз таки описывает нижняя формула. Данная формула как раз таки позволяет нам посчитать плотность пара, которая в конечном итоге будет. Для этого нам необходима плотность насыщенного пара, знать это значение при определенной температуре. А также отношение объема критического к объему конечному, который как раз таки в конечном итоге будет у этого пара. И благодаря этим показателям мы определим какая плотность будет у того или иного пара. Итак, давайте подытожим, что мы с вами сегодня изучили. Мы с вами рассмотрели, каким образом решать задачу, а мы в конкретном случае рассмотрели, что будет происходить с паром. Что необходимо здесь учитывать? Что результат задачи будет зависеть от как раз таки этого коэффициента, критического коэффициента. Будет он больше критического коэффициента или же будет он меньше критического коэффициента. В зависимости от этого коэффициента будет зависеть то, какой у нас пар будет, насыщенный он будет или же ненасыщенный. И опираясь на данные, знания о критическом коэффициенте, мы можем сказать в каком состоянии будет находиться. И мы можем как раз таки посчитать ту или иную плотность или же объем, который будет занимать пар при определенных условиях. Всем спасибо, до встречи на следующем уроке.